Варежки. Наталья Калмогорова. Похоронку принесли пополудни. Наталья, увидав письмо, тяжёлым кулём повалилась в сугроб. Морозный воздух подхватил надрывный крик её и разнёс далеко. В глазах её читалось не то сомнение, не то потаённая надежда. Вдруг слабое подобие улыбки озарило её лицо. «Нет, не могёт этого быть! Никак не могёт! Жив мой сын! Ей-богу, это ошибка! Ей-богу!» Наталья, покачиваясь, побрела в сторону дома. Однажды Ульяна, подружка Натальи, неожиданно нагрянула к ней. Пошла и обомлела. Наталья с горящими глазами причёсывала шерсть, а рядом на столе лежали готовые вязаные варежки. «Батюшки святые!» — Ульяна развела руками. «Куда ж ты столько навязала?» «Знамо куда?» «На фронт!» «Дима, вон какая лютая нынче наварилась!» «Озябнут наши ребятушки!» «И сынок мой, Лёшенька, тоже озябнет!» «Вот оно что!» Ульяна собралась примерить варежку, как вдруг внутри что-то хрустнуло. «Поклади на место!» — приказала Наталья. «Чего ей там?» Ульяна достала мятый листок. «Да вот, Уля, сыночка моим на фронт письма написала!» Ульяна, глядя на образа, перекрестилась. Сын-то у Натальи был один-единственный. За последние дни Наталья сильно изменилась, постарела. Одни вечером Ульяне не спалось, слёзы не разбегали по её щекам. Она встала, открыла посылку, оставленную ей Натальей, и засунула ладонь в варежку. Она достала листок. На клочке бумаги, твёрдой Натальиной рукой, было выведено несколько строк. Ульяна прошла по складам. «Сынок, молюсь о твоём возвращении. Час победы близко. Возвращайся живым. Твоя мама». В каждой вязаной паре варежек Лежала точно такая же записка. И адресат каждой записки был тем же. На фронт. Сынок. Сынок.